Душевная тревога Даже несмотря на то, что у них могут быть все блага жизни Дом может быть как полная чаша, есть работа, есть родные и близкие Но внутри постоянная душевная тревога Кто из вас, кому это интересно В предыдущей беседе мы с вами зачитывали наставление Размышления преподобного Паисия Святогорца из первого тома Его произведения «С болью и любовью о современном человеке» Где как раз преподобный Паисий обращал внимание на то, что если вы видите человека У которого есть все, но внутри душевная тревога Знайте, что у этого человека нет Бога Можно задать вопрос, и такой вопрос тоже задают И в том числе люди верующие А как же быть, если я вроде бы молюсь Вроде бы стараюсь вести духовную жизнь По мере своих сил Так как я это понимаю, читаю Евангелие, хожу в храм Стараюсь исповедоваться и в то же время чувствую какую-то внутреннюю душевную тревогу Эта душевная тревога немножко другого рода Ее другие причины и средства исцеления Врачевания этой душевной тревоги Какие предлагает преподобный Паисий Святогорец Вот конкретно вопрос Как быть, если ты вроде бы стараешься вести духовную жизнь Но в то же время испытываешь душевную тревогу Чаще всего она бывает от того, что Такое как бы внутреннее угрызение совести, неудовлетворенность От того, что ты не можешь все исполнить Например, не успеваешь все молитвенное правило почитать Или там что-то кому-то пообещал и не выполнил и так далее Преподобный Паисий говорит Духовная жизнь имеет цену в очах Божиих Если совершается от любочестия Тогда радуется и сам человек, и Бог о своем любочестном чане Если человек утесняет себя от любви Имеется в виду от любви к Богу То это источает мертвое его сердце Если же он утесняет себя от эгоизма То это приносит ему мучения Один человек, подвязавшийся с эгоизмом И утеснявший себя с душевным беспокойством Как-то сказал О Христе мой, врата, которые ты соделал, слишком тесны Вот эти известные слова из Евангелия Входите тесными вратами, ведущими в жизни Ибо многие захотят войти и не войдут И вот этот человек, утесняя себя Подвязаясь от эгоизма Вот с такими словами обратился ко Христу Но если бы он подвязался смиренно То эти врата не были бы для него тесными Те, кто эгоистично подвязаются в постах В денег и прочих подвигах Мучают себя без духовной пользы Потому что бьют в воздух, а не бесов Вместо того, чтобы отогнать от себя бесовское искушение Они принимают его все большим и большим количеством И в своем подвижничестве встречают много трудностей Чувствуют, что их душит внутреннее беспокойство И вот исходя из своего глубочайшего опыта Преподобный Паисий дает такой совет людям Которые вроде бы подвязаются И испытывают внутри себя душевную тревогу В духовной жизни требуется внимание Делая что-либо под тщеславию Духовные люди остаются с пустотой в душе Их сердце не переполняется Не становится окрыленным Чем больше они увеличивают свое тщеславие Тем больше увеличивается их внутренняя пустота И тем больше они страдают Там, где присутствует душевная тревога и отчаяние Бесовская духовная жизнь Стоит запомнить, дорогие друзья Даже, может даже, если вы желаете Даже запишите для себя вот это очень важное наблюдение Там, где присутствует душевная тревога и отчаяние Там бесовская духовная жизнь Не тревожьтесь душой ни по какому поводу Душевная тревога происходит от дьявола Видя душевную тревогу, знайте, что там накрутил своим хвостом тангалашка Ну, словом тангалашка Так вот с некоторой гранией преподобный называл дьявола Дьявол не идет нам поперек Если человек к чему-то склонен То дьявол подталкивает его в этом направлении, чтобы его измотать и прельстить Человека чуткого он делает чрезмерно чувствительным Ну, знаете, да, что есть люди такие впечатительные, чувствительные Там любое слово их может ранить Любая какая-то информация может их легко вывести из равновесия И вот преподобные поиси обращают внимание Что такого человека чуткого дьявол делает чрезмерно чувствительным Если подвижник расположен делать поклоны То дьявол также подталкивает его поклоном, превышающим его силы Если его силы ограничены, то образуется сперва некая нервозность Потом ты видишь, что у тебя сил не хватает Потом дьявол приводит тебя в состояние душевной тревоги С легким вначале чувством отчаяния А потом усугубляет это состояние все больше и больше И преподобный поиси вспоминает, как он, будучи молодым монахом Еще недостаточно опытный, подвязался в монастыре из Фигмен И когда у него было правило вложить поклоны И когда он уставал и ложился отдохнуть, я внушал ему мысль Люди страдают, а ты лежишь, отдыхаешь, вставай И он вставал и вновь делал поклоны И когда это изнеможение вновь присаживался на одр Опять приходил и внушал помысл Люди страдают, а ты спишь, вставай Я опять поднимался, дошел до такого состояния, что сказал Ах, как было бы хорошо, чтобы у меня отнялись ноги Тогда бы у меня была уважительная причина не делать поклоны Один великий пост я, находясь в таком искушении, еле выдержал Потому что хотел утеснить себя больше своих сил Как вот неоднократно преподобный поиси в этих беседах Отвечая сестрам монастыря Сурати, он говорит Я рассказываю свое духовное опыто, тем самым я как бы Раскрываю свой внутренний мир для вашей же пользы Вот он поделился, как он в молодости, по такому неопытности попал под такое искушение врага Утеснял себя чрезмерно И далее он дает совет Следовательно, не нужно подвязаться с возлезненной, с холостичностью Чтобы потом, отбиваясь от помыслов, задыхаться от душевной тревоги Надо упростить свою борьбу и уповать на Христа, а не на самого себя Христос, весь любовь, весь доброта, весь утешение Он никогда не душит человека Он в изобилии имеет духовный кислород Божественное утешение Тонкое духовное дело не это одно А болезненная схолостичность Которая от нерассудительного принуждения к себя, к внешнему подвигу Душит человека душевной тревогой Это совсем другое Вот обратите внимание, как мудр преподобный поиси Два этих состояния, в общем-то, для неопытных Непонятные, которые мы можем смешивать Одно называть другим Он разводится Тонкое духовное дело не это одно Одно состояние А вот эта болезненная схолостичность Как бы все тут успеть, и то успеть, и то успеть Если что-то не успеваешь, приходишь в состояние раздражения и тревоги Это совсем другое Если человек ведет себя просто, то из сил он не выбивается А если примешивается хотя бы чуточка эгоизма То боясь сделать какую-нибудь ошибку, он напрягает себя и выбивается из сил Поэтому преподобный поиси в качестве как бы такого вывода К всему сказанному выше обращает внимание Что без смирения и доверия Богу Духовного делания не совершай То есть должно быть смирение Смирение, осознание своей немощи Своей греховности Своего бессилия что-либо сделать правильно И упование на Бога В противном случае ты будешь переживать Утомлять свою голову и душу И постоянно чувствовать себя плохо В душевном беспокойстве обычно кроется неверие Но можно испытать такое состояние и по гордости Поэтому как бы главный вывод, главный совет преподобного поисия Еще раз, дорогие друзья, я повторю вам вот эту как бы главную мысль Что нужно упростить, упростить свою борьбу и уповать на Христа Почему? Потому что Христос весь любовь, весь доброта и весь утешение Давайте над этим задумаемся, дорогие друзья Если раньше испытывали беспокойство и не знали эту причину Задумаемся и постараемся сделать правильные выводы Будьте здравы и Богом хранимы Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!